МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был социальный эксперимент. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. Какое теперь наказание понесут участники пранка с похищением девушки? Задолжали по-крупному. Я потерял работу, а мне выставили огромный счет. Как взыскивают долги со злостных неплательщиков-элементов в Алматинской области? И много ли их? В Алматы стартовал 20-й международный джазовый фестиваль. Кто на нем выступит и как долго продлится праздник музыки? Призывал объединиться вокруг дикого армана. В прокуратуре Алматы сообщили подробности задержания бизнесмена Кайрата Кудайбергена. Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген вместе с Джумагильдеевым организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг дикого армана. Кроме того, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. А также разделил людей на ячейки по 10 человек. После чего дал указание повязать белые повязки на руках, как отличительный признак их группировки. Говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте надзорного ведомства. В прокуратуре подтвердили, что депутата городского мыслехата подозревают в организации участия в массовых беспорядках в январских событиях. Сейчас Кайрат Кудайберген водворен в ИВС. Сегодня же стало известно об объявлении в розыск экс-начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, родственника бывшего главы КНБ Карима Масимова. По данным антикоррупционной службы, генерал-майор полиции подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей и на информацию разглашению не подлежит. Напомню, в январе этого года Нурлан Масимов был освобожден от должности главы департамента полиции Павлодарской области. Возглавлял он его с ноября 2019 года. Инцидент с девушкой в Алматы оказался пранком. Ранее кадры якобы с похищением девушки возле спорткомплекса Алматы-Арена вызвали шум в социальных сетях. На них видно, как два парня насильно усаживают молодую девушку в авто без госномеров и уезжают в неизвестном направлении. По результатам проведенной проверки, стражам порядка удалось отыскать организаторов и участников. Их действием будет дана правовая оценка. Я хотела бы сообщить, что это был социальный эксперимент, пранк. Я та девушка с видео. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. У общественности просим прощения. Вместе с тем правоохранители привлекли к ответственности и водителя автомашины Chevrolet Nexi. В отношении него составили административные протоколы за управление транспортным средством без госномеров и невыполнение требований дорожных знаков и разметок. Авто поместили на штрафстоянку. В Казахстане домашним тиранам запретят употреблять алкоголь и покупать оружие. Такой информацией поделился замглавы комитета адамполиции Алексей Милюк. Он также сообщил, что сейчас в парламенте рассматривается соответствующий законопроект. Согласно документу, противозаконным для абьюзеров будет считаться и употребление наркотиков. Такая норма, считает Милюк, позволит установить контроль за поведением семейного дебошира. По его данным, с начала года порядка 2700 казахстанских женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направлены в кризисные центры. Только за первый квартал стражи порядка зарегистрировали 203 обращения по фактам бытового насилия. Введена специализация следователей для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети. Во всех департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав которых включены 280 следователей женщин. Жертва женщина больше доверяет женщине, следователю. В Алматинской области ищут работу для должников по алиментам. Таким образом, в центре занятости хотят решить сразу две проблемы – трудоустройство и материальных выплат. Причем соискателям предлагают работу в офисах и с хорошей зарплатой. Добиранитов побывал на ярмарке в Аказе. Двери центра занятости в городе Талгар сегодня открыты для тех, кто задолжал не соседу или другу, а собственным детям. Есть среди них и такие, кто уклоняется от уплаты алиментов годами. Оправдание у всех одно – нет работы. Впрочем, проблема решаема. Я потерял работу, а мне выставили огромный счет. Платить такую сумму мне не по карману. Сейчас отправил вакансию в одну фирму. Сказали, свяжемся. Жду. Если раньше должник мог заявить, что не виноват, поскольку работы нет, то теперь этот номер не пройдет. Безусловно, алиментщик может и отказаться от заманчивого предложения. Дело, как говорится, добровольное. Но есть риск, что потом придется объясняться перед судом. По закону можно привлечь к уголовной ответственности случаи, если должник не платил свыше трех месяцев. С ними разговор короткий. Чтобы предотвратить такие ситуации, и проводятся подобные ярмарки. К слову, только в одном Талгарском районе в этом году возбуждено 38 дел на злостных неплатильщиков алиментов. Это на 58% больше, чем в 2020 году. Сегодня в столице просили с известным казахстанским археологом Виктором Зайбертом. Ученый скончался на 76-м году жизни. Всю свою жизнь профессор посвятил раскопкам и археологическим исследованиям, изучал степную цивилизацию Казахстана. Он внес огромный вклад в развитие археологии страны. Виктор Зайберт оставил богатое наследие адбасарской и бутайской культур, первые свидетельства о домашнивании и разведении лошадей на территории современного Казахстана. Для науки Казахстана это очень большая утрата. Все мы знаем Виктора Федоровича как настоящего патриота своей родины, настоящего гражданина, человека, который всей душой болел за науку Казахстана. В то же время он был очень скромным человеком. Он оставил на самом деле огромное наследие и его влияние в целом на развитие археологической науки Казахстана и исторической науки Казахстана было огромным. Благодаря труду ученого в Североказахстанском краеведческом музее насчитывается более 200 тысяч артефактов. Зайберт пользовался заслуженным авторитетом, был примером для молодых ученых. Проститься с ним сегодня пришли родные, близкие, друзья и коллеги. Он трудоголик, упорство. И он, я повторяю, он сделал себя сам. Прекрасная семья. Это интеллигентность внутри у этих людей была. Естественно, это все передалось Виктору Федоровичу. И он никогда друзей не бросал. У нас разные были в экспедиции, в разведках. Разные ситуации были. И вот любимое слово его – это поле открывает людей. Кто есть кто. О демократизации и перспективах политического устройства нового Казахстана говорили сегодня в Алматы. Отечественные и зарубежные эксперты в области философских и политических наук обменялись мнениями о том, каким должен быть новый Казахстан, обсудив риски и возможности развития нашей страны. Ряд спикеров выступили с практическими рекомендациями. Теперь они намерены представить их на рассмотрение уполномоченным лицам. Самое главное, может быть, результирующее сегодняшнего заседания – как раз это формирование новой политической философии для нового Казахстана. Возможности такой свободной экспертной дискуссии, быть услышанным и слышать других. Вот это сегодня, наверное, очень-очень важно. И при этом, слушая других, формировать конструктивный, позитивный дискурс для развития нашей страны. Встреча с писателями, аудиоспектакли, выставки книг и интерактивные квесты. Буквально несколько часов назад в Алматы завершилось масштабное мероприятие, посвященное Всемирному дню книги. Фестиваль «Китап-шоу» организовали в Национальной библиотеке, где с раннего утра алматинцы могли окунуться в мир книг и литературного творчества. Культурное событие не пропустила и моя коллега Айдана Нураш. Сегодня в Главной библиотеке страны праздник для любителей чтения. В канун Всемирного дня книги здесь подготовили насыщенную программу. Чтобы удивить и сделать досуг посетителей полезным, организаторы привлекли самых талантливых представителей мира литературы. В этом году мы решили сменить формат этого мероприятия с привлечением молодежи. Это год детей, поэтому наши программы посвящены поддержке детского и юношеского чтения. Здесь у нас известные певцы и спортсмены, которые тоже начали писать книги. Они поделятся своим опытом. Среди организаторов мероприятия – Илья Юсуф. Парень пишет книги со школьной скамьи. Труды молодого таланта известны уже за пределами нашей страны, переводятся на иностранные языки и даже имеют рецензию Нобелевского штата. Сегодня Илья презентовал алматинцам изюминку своих трудов. Здесь будут выступать различные спикеры, писатели о продвижении творческих проектов, о том, как написать книгу. Будет чтец своих стихотворений, проз, поэзия будет. И также, как вы видите, вокруг будут современные писатели показывать и презентовать свои работы. Различные мероприятия организовали в девяти залах библиотеки. В одном из них проходит спектакль без актеров. Все, что нужно зрителям – сотовый телефон, наушники и книги. Это иммерсивный спектакль. В нем нет актеров, но в нем есть реквизит. Люди взаимодействуют с этим реквизитом. Между собой они не могут взаимодействовать, потому что все-таки мы должны придерживаться правил библиотеки и тишины. Поэтому мы создали такой спектакль, который можно адаптировать в разные библиотеки города Алматы. Благодаря таким инициативам библиотеки популяризируются и привлекают новую аудиторию, считают участники. Также будут организованы ряд полезных мероприятий в библиотеках мегаполиса. Айдана Нураш и Алкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы. В Алматы стартовал 20-й международный джазовый фестиваль. Он продлится несколько дней. Поучаствовать в нем приехали известные джазмены из Франции, Венгрии и Казахстана. В первый день перед публикой выступили музыканты из Израиля. В атмосферу джазовой музыки окунулась Рамина Мирзалимова. Фестиваль джаза проходил в Театре имени Натальи Исац. Насладиться этим жанром музыки пришли немало алматинцев. Этот вечер на сцене выступили известные джазмены из Израиля. Как рассказывают участники группы Гай Минтус, они с нетерпением ждали этого фестиваля. Тем более, что из-за пандемии его проведение дважды откладывалось. И теперь они готовы показать все, на что способны. Впервые я выступал в Казахстане три года назад. Мне очень понравилась аудитория в этой стране. Я с радостью приезжаю каждый год. Сегодня мы играем классические джазовые песни, а также классические композиции, адаптированные под джаз. Выкладываемся мы по полной, чтобы порадовать публику. За 20 лет своей истории этот фестиваль прославился во многих уголках мира. Для исполнителей и публики он стал настоящим праздником джазовой музыки, которого ждут с нетерпением. Сегодня выступают израильские музыканты, трио Гай Минтус. Он уже здесь был на Солмате. Кстати, несколько музыкантов, которые приезжают к нам уже не один раз. Допустим, Петер Шарик, тоже из Венгрии. Он в том году был на фестивале в октябре. В этом году опять приехал. И вот с ним, что интересно, будет наша казахстанская певица Катя Хоменкова петь. Джазовый фестиваль в Алматы продлится еще три дня. За это время здесь выступят джазмены из Франции, Венгрии и Казахстана. Официальная церемония закрытия будет в воскресенье. Рамина Мирзалимова, Рустам Аралбаев, Жек Салактлеберген, телеканал Алматы. На этом пока все. Не пропустите вечерний выпуск новостей в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова